Катушка индуктивности Если по проводу течет ток, то у него возникает магнитное поле Оно вокруг него крутится Если смотреть, ток идет от нас То вот так поле движется вокруг, по часовой стрелке Если ток движется на нас, то наоборот Если мы скрутим катушку Например, посмотрим тоже сверху Вот так накрутим То у нас ток будет как бы так Подходить, заходить, выходить, заходить, выходить, заходить вокруг Здесь выходит, здесь заходить Здесь выходит, здесь заходит Выходит, заходит И так далее Здесь будет выходить Каждый раз А здесь заходить Получается, что он здесь будет везде выходить А здесь заходить И получится магнитное поле Сильное То есть у катушки будет довольно сильное магнитное поле Электричество вызывает магнитизм. Но это магнитное поле пока что еще не сильно влияет на металлы. А вот если мы сюда ставим железку, то она примет магнитица. А вообще для чего они применяют значные катушки? Они создают магнитное поле. Например, это электромагнит. Ты домофон не можешь открыть, дверь. А потому что там протекает ток, и железо намагничивается и держит дверь. Как только ты вводишь код, ток пропадает, это становится обычной железкой. И ты спокойно открываешь. То есть магнит, не магнит, магнит, не магнит, магнит, не магнит. Опять же, мы уже сказали, что катушка создает магнитное поле. Есть такой эффект, явление. Значит, если у нас магнитное поле, вот тут оно отчуда создается, а это просто катушка без всего. Вот здесь у нас течет ток, поэтому есть поле. И это поле попадает в другую катушку. Так вот, здесь у нас какой-то амперметр или какой-то измерительный прибор, гальмонометр, который мерит ток. То есть просто катушка с измерением. Вот, если в нее попадает поле, то как бы ничего такого не происходит с ней. Но, если это поле начинает изменяться, например, поле есть, а потом пропало, то ток пытается протекать ток, который пытается вернуть это поле. То есть, если поле пропало, по катушке прогоняется ток, который пытается это поле... Ну, допустим, было вот такое поле. Да, вот, линии такие. И тут оно уменьшилось. Ток думает, что за фигня. Надо его восстановить, и начинает протекать слабый, но все-таки ток. Вот. Если у нас оно увеличится, он обратно потечет, пытаясь погасить изменения магнитного поля. На этом явлении построены электростанции. Север-юг, 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 север-юг. А здесь катушки. Крутятся, они все соединены, магниты крутятся. Тут то такие линии из севера, потом вот такие линии. Поле постоянно меняется. И получается ток туда-сюда, туда-сюда. Постоянно возникает напряжение огромнейшее. Потому что...